Приветствую всех зрителей смартфонов и гаджетов, сегодня у нас сравнительный тест Samsung Galaxy A52 против Oppo Reno6, не путать с китайской версией Oppo Reno6 с 5G, у нас российская версия, у этих смартфонов очень много характеристик, которые схожи, процессор Snapdragon 720, Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц, 4 камеры, основная на 64 Мп, отличаются они по дизайну и по техническим характеристикам, конечно же нам в первую очередь интересно, что из себя представляют камеры, но давайте в первую очередь посмотрим на дизайн, оба смартфона выполнены в пластиковом корпусе, у обоих самобытный такой интересный дизайн, отличаются они наверное лишь расположением кнопок, потому что сейчас все смартфоны очень похожи друг на друга, у нас на Oppo кнопки слева, а здесь у нас на Samsung традиционные уже кнопки справа, симлаток тройной на обоих этих смартфонах, по размеру эти смартфоны тоже примерно очень похожи, ну и рамки у нас чуть больше на Samsung, также на Samsung имеется стереозвук, а вот если мы посмотрим на заднюю сторону, то мы видим, что оба смартфона пластиковые, но Samsung такой ровный пластик, а Oppo нам дает такой пластик с текстурой, которая такая неоднородная и как будто бы она такая шершавая, интересное решение, потому что смартфон не скользит. Ну и давайте сразу посмотрим на примеры фото, и мы видим, что эти кадры очень похожи, каких-то отличий в фотографиях я не могу найти, хотя в селфи камеры мне больше нравится на Samsung, потому что по цвету лица Samsung передал чуть лучше изображение, а вот угол охвата шире у Oppo, ну потому что и сама камера здесь больше на 44 мегапикселя. Перед нами здание цирка в Кисловодске, я пытался найти отличия, но по сути просто разная цветопередача, какие-то мелкие нюансы, но сами кадры очень похожи, причем кадры сделаны в пасмурный день, и смартфоны показали хороший результат, но какого-то лидера я выявить не могу. Такая же история с фотографиями, которые я сделал внутри помещения, какой-то радикальной разницы я не увидел, где-то Samsung светлее, где-то Oppo светлее, до этого я делал много сравнений Samsung Galaxy A52 с конкурентами, и считал камеру Samsung A52 эталонным в своей ценовой категории, а тут Oppo показал такой же достойный результат, получается, что у нас на самом деле у Oppo очень хорошая камера, фотографии сделаны и на основную камеру, и на сверхшокогольную камеру, получились очень похожими, и смартфоны дали нам очень хорошее изображение, даже в такую пасмурную погоду, давайте теперь посмотрим на пример видео, но заранее хочу сказать то, что запись звука достойна на обоих смартфонах, но по видео на широкую камеру Samsung держал картинку лучше, то есть у него лучшая стабилизация на сверхшокогольную камеру, ну и конечно есть переключение по время съемки видео с основной на сверхшокогольную камеру, давайте посмотрим на примеры видео. Сейчас мы снимаем с двух камер на Oppo, а на Samsung мы снимаем с основной камерой, и вот так, скажем, можно показывать кисловодский цирк и параллельно что-то комментировать. Этот круг можно превратить также в прямоугольник и поставить в любое место по дисплею. Сейчас у нас капает дождик, ну вот уже у нас плитка немножко стала мокрой, и вот в этом формате, когда мы так снимаем, понимаем, что какая же классная функция у Samsung, когда есть защита от воды IP67, нужно спокойно снимать под дождем и не беспокоиться о том, что смартфон может испортиться. Oppo, защита от воды нет вообще никакой, поэтому здесь преимущество у Samsung. Еще одна занятная деталь, то что эта функция изначально была на Samsung S-serie, OMA S4. Сейчас же у Samsung этой функции нет, а китайские бренды все чаще и чаще устанавливают эту функцию в съемке одновременно с двух камер, передней и основной. Снимаем мы сейчас на сверхшокогольные камеры, и вот обычная камера не смогла бы захватить все здание в одном кадре. Давайте проверим стабилизацию. Конечно, мы знаем, что сверхшокогольные камеры обычно уступают основному модулю, но все равно эти камеры днем могут быть полезными. Я спокойно иду, посмотрим уже на компьютере, какой смартфон отработал стабилизацию и снял картинку плавнее. Снимаем мы видео в формате Full HD 30 кадров в секунду. На Oppo я выключил все эти улучшалки, искусственный интеллект, потому что при таком режиме уходит часть функции, даже банально вот так приблизиться нельзя было. Здесь у Samsung одним разом мы нажимаем на двухкратную камеру, и вот так можем сделать цифровое приближение. Сейчас мы снимаем на основную камеру. Здесь на Oppo зум стал такой медленный и плавный, хотя приближает по-прежнему до десятикратного. У Samsung есть функция переключения во время записи видео на сверхшокогольную камеру. Но при этом у нас будет какой-то обрыв или будет пауза по звуку, поэтому дальше звук будет писаться с Oppo. Вот так вот мы переключаемся на сверхшокогольную камеру на Samsung и можем даже обратно вернуться на основную камеру. Этой функции нет ни в одном смартфоне в этой ценовой категории. Ну и посмотрим сейчас на стабилизацию. Давайте вот так вот пройдемся. Почему-то картинка на Samsung более контрастная, чем на Oppo. Ну и по приложению камера у нас Samsung более функциональный, потому что эти пункты, которые здесь, я могу просто взять и перетащить их сюда, ну или поменять их местами. То есть как-то вот поставить вот так вот сюда. Таких решений на Oppo нет. Но само приложение камерой тоже хорошее на Oppo, потому что тут у нас сразу выбирается, в каком формате мы хотим снимать. В общем, сейчас программные возможности у нас очень похожи на обоих этих смартфонах. В частности, Oppo берет очень много у Samsung. Например, здесь такая боковая панель, а здесь у нас такая боковая панель Edge. Кстати, в четвертой версии она точно такая же, не заблюденная, такая же, как и на Oppo. Также у нас смартфоны поддерживают клонированные приложения, на Samsung он называется двойной профиль. То есть мы можем сделать два WhatsApp, два Facebook или два Viber и поставить две сим-карты и использовать два аккаунта в одном смартфоне. Также у Samsung и Oppo вот такой вот режим, когда мы одним пальцем все опускаем вниз. И здесь, и здесь есть у нас детский режим. Здесь он называется Kit, здесь он называется детский режим. Режим очень схожий. В этом режиме мы включаем телефон и даем ребенку только те приложения, которые он может использовать. Ребенок отсюда никак не может выйти. Только нужно нажать на эту кнопку. Нажимаем мы на эту кнопку и здесь, скажем, сканером отпечатков пальцев мы выходим из этого режима. Здесь мы точно так же нажимаем закрыть, вводим наш пароль и выходим. Можно задать лимиты по таймеру. Очень классный режим. Это очень полезная функция, которыми я пользуюсь постоянно. Ну и по дисплею у нас, конечно, оба смартфона поддерживают 90 Гц. У нас есть система Always On Display, которая здесь называется всегда включенный дисплей. То есть это такая информация, которая горит на вот таком дисплее, когда у нас дисплей погас. Сейчас оболочки очень похожи. Например, из таких приятностей Oppo подает нам возможность записать все разговоры без предупреждения. Такого сейчас не часто встретишь. Но у Samsung все-таки очень много в своих сервисах. И если копать очень глубоко в настройках, то у Samsung есть некоторые фишки за счет своих собственных сервисов. Например, у Samsung есть все приложения альтернативные Google. Скажем, здесь свой календарь, свой калькулятор. Потому что на Oppo календарь уже стоит от компании Google. У Samsung своя клавиатура. Например, если мы зайдем сюда в настройках, то чаще всего сейчас у нас оснащаются, ну вот, гугловской клавиатурой. Здесь же у нас клавиатура от самой компании Samsung с вот таким вот переключателем. У Samsung всегда был свой путь альтернативный по развитию от Google. И они всегда давали какую-то нам альтернативу. По комплекту поставки у нас Oppo чуть интереснее оснащается. У него такой довольно богатый комплект поставки. В отличие от Samsung есть такой чехол, есть очень быстрая зарядка. Ну и вот такие наушники. Ну а по автономности смартфоны примерно похожи. 4300 мАч у Oppo и 4500 мАч у Samsung. Но из-за того, что смартфоны работают на разных оболочках, эту разницу вы не почувствуете. Примерно будет все плюс-минус одинаково. Сейчас по программным возможностям смартфоны становятся похожими друг на друга. Ну и по характеристикам мы видим, что Oppo и Samsung очень похожи. Немножко, наверное, отличается стоимость. Я думаю, что в любой конфигурации Oppo будет все-таки немножко доступнее, чем Samsung. Потому что по памяти Oppo оснащается уже в базовой версии 8 гигабайтами оперативной памяти. А у Samsung есть версии с 4 гигабайтами оперативной памяти. По дизайну оба смартфона мне очень показались крутыми и красивыми. Напишите ваше мнение, какой смартфон вам нравится больше по дизайну. Были ли у вас смартфоны от компании Samsung или Oppo. Спасибо, что отмели до этого места. До новых встреч.